В коллекцию самых веселых машин Armor Warfare я однозначно добавил бы еще один такой интересный прем 6 уровня, это МТЛБ С-8. У этого аппарата на борту целых 80 неуправляемых ракет С-8, которые он отстреливает в 2 этапа, то есть у него изначально в 2 установках сразу заряжено целых 40 штук, то есть 40 ракет, которые имеют средний урон 300, если вы не пробиваете, то это урон примерно около 100 единиц. Соответственно, если сами посчитаете, 40 ракет с потенциальным уроном в 12 тысяч урона. Это звучит просто невероятно страшно, тем более на 6 уровне, но конечно не все так легко, не все так просто. Если вы отстреливаете этих 40 ракет, то у вас наступает перезарядка в 51 секунду, в базе, насколько я помню, она 60 секунд, короче говоря, целая минута. И у вас всего таких 80 ракет, отстреливать бездумно налево-направо их не вариант. Если вы будете пытаться издалека в кого-то попадать, то вас ждет неприятный сюрприз, потому что точность здесь плохая, время прицеливания плохое. И при этом у этих неуправляемых ракет есть такая своя фича, так сказать. В отличие от бронебойных снарядов, которые чаще летят в центр круга, неуправляемые ракеты чаще летят в край круга. Соответственно, даже если вы видите, что все, вроде бы прицел весь на противнике, попадать в этого самого противника очень сложно. Издалека, опять же. Это наводит вас на мысль, что нужно реализовываться как-то вблизи, но у вас всего 1600 хп, корпус полнейший картон. И, соответственно, если вы просто будете на противника в наглую выезжать, вас очень легко и быстро могут развалить. Так что же, блин, тогда веселого в аппарате, который издалека хрен в кого попадешь, а вблизи ты картонный врываешься и тебя быстро убивают. Ну, фишка как раз-таки этой машины в том, что нужно понять, как вам лучше реализовываться. И если вы это поймете, вот тогда она покажется вам по-настоящему веселой. Вариантов реализации МТЛБ я вижу два. Вариант первый. Это вы подъезжаете на какую-то довольно-таки агрессивно, на позицию очень близко к противникам. Ну, так, чтобы вас, конечно, не быстренько там катком по вам не проехали, чтобы и союзники были рядом. Но смысл в том, что вы занимаете позицию достаточно близкую к противнику. При этом скрываете корпус за каким-то камнем или за рельефом. И просто методично начинаете засыпать этими ракетами противника. Неважно, насколько он крепкий, даже если это какой-то крепкий ОБТ, который стоит к вам лбом. Вы просто берете и начинаете закидывать этими ракетами. Как я уже говорил, здесь даже если вы не пробиваете, вы наносите 100 уронов. Если посчитать, с одной перезарядки вы можете накидать в среднем 4000 урона, не пробивая противника, который вроде бы стоит лбом. И у вас вроде бы пробитие, там всего у этих ракет 400 мм, 420 по-моему. То есть вроде бы кумулятивный, тем более эффект, очень сложно кому-то нанести урон. Но без пробития, опять же, не всегда, не каждая ракета, конечно, будет какой-то урон наносить, даже частичный. Но тем не менее, потенциал офигенный. Просто стоите, накидываете, у вас есть потом минута перезарядки, повторяете. Сделали хотя бы тысяч пять урона с двух этих барабанов, вот таким образом. И уже офигенно. Уже вы сделали свою работу. На шестом уровне, 5000 урона, вы красавчик, едете в следующий бой. Но это я назвал бы таким ленивым вариантом геймплея. Веселого в нем, не, ну кому-то покажется это весело, потому что, опять же, вам не нужно как-то особо париться, там что-то выцеливать. Просто закидываете противника и все. Но второй вариант, мне кажется, самый реально, самый веселый, самый крутой, но уже сложнее в реализации. Фишка этого варианта в том, что вам нужно... Вы, короче говоря, акула. Вы просто акула вот в этом море противников, которые могут для вас стать жертвами. Вы разыгрываете МТЛБ именно вот как хищник. То есть вы выжидаете в начале боя, аккуратненько, не торопитесь. Вам нельзя врываться в какую-то толпу большую, потому что у вас быстро закончится ХП. Вам нужно это сделать очень хирургически точно. То есть у вас есть хорошая незаметность. Вы все-таки ББМка и для вас не составляет труда как-то незаметно где-то проскочить. Вы выжидаете, вы находите такую цель, какая бы она ни была. Хотя на самом деле чем жирнее, тем лучше. Какие-то меркавки, там, не знаю, чифтейны. Вот классно. Самые классные цели. Вы находите такую одиночную цель, просто в наглую выезжаете на него. Вам не важно. Вы получите 1-2 выстрела без проблем. Вы это переживаете. Залетаете в гусеницы. Желательно сразу стреляете ему по гусеницам, чтобы он... Чтобы обездвижить его и быстрее разобрать. Потому что самый лучший урон и самый быстрый, естественно, при пробитии. Раньше, кстати говоря, было гораздо легче. Раньше в борта ОБТ пробитие М400 брались вообще без проблем. Всех просто уже в борт начинаешь аннигилировать с полным уроном. Сейчас все гораздо сложнее стало. Сейчас некоторые ОБТ в борт не пробиваются этими ракетами. И тут нужно уже выцеливать, либо заходить в корму. Но в любом случае, даже в таком варианте, сейчас, если ты загусил ОБТ, заехал к нему сзади и просто сыпешь и сыпешь и сыпешь, пока у него не заканчивается ХП. Любой абсолютно ОБТ, плюс-минус на этом уровне, отваливается без шансов. Он успевает дать одну, максимум две плюхи тебе и все. И у него заканчивается ХП. Либо же вы ищете каких-то две картонные цели, вам по силу переживать успеть две цели, если они картонные. Залетайте в какую-то такую гущу и давай наваливать своими ракетами. Конечно, да, есть какие-то злые тоже ББМки, которые очень такими нифиговыми птурами стреляют и быстро вас тоже могут развалить. Но, тем не менее, вы всегда бодро-весело врываетесь и всегда остаетесь с уроном. Не бывает такого, что вы, типа-таки, заехали и ничего не сделали. Такого не бывает, потому что у вас куча ракет, которые очень быстро отстреливаются, наносят хороший урон, даже не пробивая. То есть, вот этот геймплей, мне кажется, максимально крутой и веселый. Если вы находите, особенно классно получается, ситуации, когда, например, вы вместе с союзниками начинаете давить какого-то противника, их даже пусть будет несколько. Пока союзники их отвлекают, вы залетаете в спину к ним, либо как-то проскакиваете просто между рядов и начинаете их разваливать. Ну, вот это самое крутое. Если у вас получается вот так реализовать МТЛБ, вы точно получите удовольствие от игры и по-другому вообще, без вариантов. Мне кажется, вот это и есть самый веселый геймплей, который есть в нашей игре и как раз-таки есть на этой самой Маталыге, как ее называют. Я знаю, среди моих подписчиков есть тоже любители МТЛБ. Напишите обязательно в комментариях, как вы ее реализовываете веселее всего и лучше всего. Ну и увидимся в следующем выпуске. Спасибо.